В этом году в России пройдут масштабные мероприятия, приуроченные к 2500-летию основания Боспорского царства. В 7-5 веках до н.э. на побережье Черного и Азовского морей во время Великой греческой колонизации возникли поселения, со временем объединившиеся в Боспорское царство, просуществовавшие тысячу лет. Сочи, на месте которого, по мнению историков, 2000 лет назад был город Ампсолида, включен в маршрут туристического и просветительского краевого проекта «Золотое кольцо Боспорского царства». Рост туризм его внес в десятку приоритетных тур-маршрутов страны. В этом году в Сочи планируются культурные, научные, образовательные, спортивные и развлекательные мероприятия, связанные с популяризацией проекта. Сочинский художественный музей в рамках большой программы запланировал проведение двух выставок. Первая открылась сегодня. На создание работ, говорит художница Ольга Хрисанова, ее вдохновляла античность. Мы все сначала учимся на античном опыте, обращаемся в течение жизни к опыту античности. В данном случае конкретно меня вдохновляла керамика. Вообще скульптура больше, действительно более древняя, архаический период Греции. Я как раз и хотела обращать к античности, переосмыслить ее на современный лад, чтобы не делать такую вот реплику стопроцентную греческую, поскольку мы все-таки живем в 21 веке, как-то переработать этот опыт древний. И я для этого использовала свою технику, любимую, многосложную, которая позволяет создавать большие объемы. Для диалога со зрителем Ольга Хрисанова задействуют художественные образы древней лады. Линия рисунка, контуры, знакомые по античным орнаментам на греческих вазах и фресках. Это арт-объекты, стилизованные под выгоревшую на солнце живопись или вытертую от времени керамику. И тем не менее, художник предлагает увидеть и почувствовать в древних образах современность. Выставка «2500 лет Боспорскому царству» в художественном музее будет работать до 1 марта. Затем отправится в путешествие по туристическому маршруту «Золотое кольцо Боспорского царства».